здравствуйте с вами александр и сегодня хотел бы вам сделать небольшой обзор участка как раз показать где пропадал все это время на время карантина камень вот такая красота у меня цветет покупал его как миндаль конкретно что именно я пока еще не знаю цветет конечно шикарно привита на научу или на или на сливу здесь был такой дичок вот народ него еще побеги я вас начала в том году оставлял думал ладно посмотрю что она потом вижу что не это нора какой-то какой-то не то просто не культурный решила срочно выпилить болела она у меня несколько лет назад как раз было тут тоже по растениям так года два назад такая болезнь и все вот такие вот веточки зацехали вот она мне тоже заболела и обрезал в принципе вон пенек вот торчит бонтик пришел мой хороший друг бонтик бонтик бонифаций в общем обрезал вот и два пенька оставил по стенам практически погибло таким образом мой бончик у тебя тут клещики да но потом подостаём клещики я ее обрезал в общем все больные ветки удалил оставил вот это два кусочка живых таким образом я борюсь со всеми заболеваниями также я боролся с курчавостью персика вот один из моих популярных роликов персик конечно же погиб но погиб он из-за заглубления корневой шейки раньше он был у меня там в яме да но я участок постепенно выравнивая ну и получилось заглубил корневую шейку мне все равно было заглублять да вот так вот такая у нас любой вот такая вот у нас любой да такая вот она шикарная любой да бонтик хороший мальчик бонтик хороший мальчик да хороший мальчик хороший мальчик ну ведем репортаж вдвоем с таким мальчиком да бонифанцем да проще раз он убежал из кадра на мою защиту да он подумал что мне угрожает опасность сразу кинулся в воду страту жужжали шмели сейчас почему-то где-то недели утром нара было прохладненько они по холоду работают шмели работают до плюс 8 то есть но могут работать а пчелы только плюс после плюс 8 в том году у меня черешни не было вот в этом году на ладно сейчас мы пройдем тебе черешни очень обильно цветет в том году и не было потому что когда она цвела была холодная погода и кроме шмелей никто не летал бы дождливо ветрено вот в этом году точнее она еще пока не цветет вот только первые цветочки бутонами но прямо усыпан вот все усыпано бутоны 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 скоро все это будет свистеть также вернусь к этому персику что послужило его гибелью вот она выравнивание смотрите там корневая шейка осталась намного глубже внутри дерева мертвая древесина и она боится грибка то есть дерево старается своим листом отгонять влагу от центра древесины на периферию корни у нее давно уходят на периферию также а серединка должна быть сухая чтобы грибок не поселился в мертвой древесине когда это все закопал она перестает дышать повышается влажность очень сердцевина это загнивает и дерево погибает она из зимовки меня вышла прекрасно но так и не отошло зеленые веточки были вот на жаре рассохлись полопались завелся грибочек я вот ведь сверху же воткнул инжир у меня тут пару лет рос тут еще красивый цветущий кустарник ловушка для райов стоит на чего толку в общем у нас через дорогу поле его постоянно обрабатывает и со пчелами короче проблема жил у меня вот здесь вот пчеловод в соседнем доме ну короче продал дома и переехал видать замучился вот эти урожаи собирать гибельных погибельных да тут я собирался сажать картошку точнее собираюсь ее пересыпают залой ну и вот я аккуратненько все и пересыпал привез прицеп залы немножко перебутурил органикой вот такой кукурузными отходами здесь была плантация клубники накрыта агроспаном вон лежит в углу пищи ужас этот агроспан в общем органика вот таким слоем сверху него легла и все равно и рос под ним и пырей ну в общем да наверное для каких-то целей он хороший но для меня для моего использования он не подходит сверху буду сажать картошку наверно вот навезу еще такой вот органики в общем огородные дела пора и дальше двигать 90 возвращаются точнее 90 90 и были легкой разминкой того чего нас ожидает с учетом еще таких вот подстав что нам там придумывают всякие там мировые правительства и там не мировые заговоры с этими вирусами засадами он вчера вышел ввоз новой рекомендации все что подозревается на коронавирус конечно же ставить коронавирус и законы они уже подгоняют что если вдруг кто-то заболел коронавирусом то его его родственников сразу же изолируют изучать все контакты в общем на любого человека можно сказать что он имеет этот коронавирус мы с ними с этими вирусами миллионы лет если они правда существуют очень слады есть у каждого как-то мы наши не могли найти сначала штамп то есть двое заболевших были на не были не в москве в сибири вот там типа штамм у них слабенький был не могли вы выделить оригинал короче очень таким образом будет избавляться от неугодных так черешня у нас будет в этом году хорошо многое замечательно также собираются цвести и груша тоже вот она усыпана бутонами попробовать ее еще так и не попробовал а вот уже пробовал поздний сорт вкусно хорошая долго висит сочная обожаю груши они очень вкусные так ну и здесь пройдемся здесь мы березковый сад который во временном запустении сейчас пока у меня растет ветрозащита истисов вот их тут камнями обороняю от всяких пернатых которых тут нещадно разгребают в поисках червяков это вот замульчировал немножко ветками это вот тоже все органика здесь собираю закладывать питомник заниматься и заниматься и заниматься растет грецкий орех посажено дерево на дереве персик цветение персика так и не показал цветение персика вот такой он красивый замечательный а какая красота а слышу шмель где-то жужжит вон он на крыжовники на крыжовники жужжит наш миле чик дружочек подлетит на ну ладно не будем шмеля отвлекать с утра и тут 5 штук работала вот какая красота и это она еще почти не распустилась вот-вот сегодня на рачайс распустится завтра скоро эта красота для сравнения но вот так вот выглядит вместе вот эти вот цветочки в том году на персике тоже дано подала болезнь сюда живон урожай остался весь и на ветках не стал даже и собирать в общем хотя это вроде плохо потому что там болезнь заражение т.д. и т.п. а кстати да и зацвел у меня еще черный абрикос покупал саженец вот такая красота допускаю я конечно ошибки я все хотел вот это увеличивать количество веток но все-таки посмотрел анатолий орлова да надо формировать центральный побег поэтому вот я выберу какой-то один из этих и буду сформировать его центральным а 2 наверно вот этот возьму и отклони его сюда вот насколько там можно на те же полметра а этот у меня пойдет на центр потому что ну в будущем вот это вот хозяйство девочка может расчехнуться да она вроде в самом низу это не так страшно чем допустим на метровой высоте то есть на метровой высоте расчехнется прям сто процентов возрасте на такой не так страшно но тем не менее рисковать не хочется все-таки попытаюсь растянуть почему здесь не стал ничего сажать потому что думал мало ли тут баню когда-нибудь построен общем хоть какой-то свободный один уголочек тоже он немножко золой подсыпал тут у меня питомник катальпы вот она такая катальпочка это уже катальпа стаканчиках продаем 100 рублей штучка сильно спроса пока бешеного нету на авито висит объявление мы читали уж нам совсем авито пока эта тема не интересует червячек с червячками занимаюсь потихоньку производством вермикапоста то есть вот надо уже по весне попозже вот откручивать пару от этих нижних досок сюда вставлять штыри и выбирать снизу белый гумус а сверху нагружать дополнительно ладно будем закругляться ролик заканчивается вот еще покажу привезенный с юга бамбук не знаю как он тут приживется не приживется ладно дорогие друзья сейчас мы еще резкость настроим да нормально резкость давайте вспоминать опять дачные наши навыки как все это сажаются как это растится в принципе это все очень интересно не сложно малоуходный сад все это в принципе пассивно для малоухода надо предварительно постараться что ж поделать в принципе все возможно желаю всем всего доброго счастья здоровья